Музыка Приветствую вас, дорогие друзья! Мы слышали сегодня очень много ценного, важного. Брат Алексей в начале служения говорил о тишине. Не знаю, что возникло безмолвие на небе. Почему? Для чего? Что это за пауза? Прославление, восхваление. И я подумал, что мы сейчас как никто понимаем, о чем идет речь. И в Турции, в частности, недавно было страшное землетрясение, погибло около 50 тысяч человек. И во время спасения, когда разбирают завалы, специальные службы через определенные промежутки времени объявляют тишину. Выключаются все моторы, экскаваторы прекращают работу, турбины. Все замирают, просто остановка идет во всем. И слушают, слушают. Где люди? Где подается голос? Кто-то кричит, стонет, зовет на помощь. Направляют усилия туда, откуда был звук. Людей перебрасывают, начинают разбирать. Проходит время, опять все останавливаются. И вот так происходит, когда беда, когда горе. Тишина на небе, я думаю, была для того, чтобы услышать молитвы святых. Молитвы, обращающихся к Богу. И там, сказано, Алексей прочитал, что вознеслись, как фимиам. Откуда? Через что? Что мы переживаем сегодня? Не похоже ли мы на тех людей, которые лежат под завалами? Очень похоже. Только завалы не бетонные плиты, не камни, не балки, не доски. Информационный завал. Просто людей погребают под информационным завалом. Послушайте это, посмотрите это, подумайте над этим, обратите внимание на это. Человек задавлен, раздавлен. И он не может молиться. Потому что огромные объемы информации обрушиваются на людей. А Бог хочет услышать молитву. А Бог спрашивает, где вера ваша? Не отвлекайтесь от главного. Помните о вечном. И давайте прочитаем из Евангелия от Луки, из четвертой главы. Многим хорошо известен этот текст, буквально недавно его читали. Четвертая глава, с шестнадцатого стиха будем читать. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу. И встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне! Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Мы знаем, что было потом. Потом в синагоге люди возмутились, хотели Иисуса даже побить камнями, но еще не пришел час его. «Проповедовать лето Господне благоприятное», процитировал Исаию наш Господь. Давайте, ну не до конца, дочитал Иисус, остановился на благоприятном лете. Что же сказано у Исаии? Почти то же самое. Мы много читать не будем. Несколько стихов. 61 глава. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Друзья, сколько сегодня сетующих, жалующихся. Ну когда же, Господи, доколе не мстишь, да? И Христос проповедовал лето благоприятное и день мщения. Он предупреждал. Но тогда в синагоге он не дочитал. Он умышленно это упустил, потому что лето Господне благоприятное. Вот это главная тема. Мы сегодня пропели общим пением «От погибели спасла меня милость Божия». И там есть такие слова «Все когда-нибудь пройдет». Даже милость Божия. От земли Бог заберет. Помните, да? Почему милость пройдет? Потому что всему время. Лето Господне благоприятное. Знаете, современный, один из современных переводов Андрея Десницкого. Вот этот текст, это место звучит так. «Объявить срок милости Господней». Проповедовать ли это Господне благоприятное? Объявить срок милости Господней. Христос пришел в этот мир. Вышел на служение, около 30 лет ему было. И 3,5 года, около 3,5 лет он благовествовал. Вот это объявлял срок милости Божией. Призывал к покаянию. Это очень важно, друзья, понимать. Но сказано, лето благоприятное. Что значит благоприятное? Ну, мы понимаем, что это что-то хорошее. По определению словарному это сопутствующее, способствующее чему-то хорошему. Благоприятное. Время принятия блага. Война благоприятное время? Провокационный вопрос. Но, говорят, як тревога, так до Бога по-украински. До Бога це добре, чи не добре? Добре. Вот почему Священное Писание говорит, любящим Бога, мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все. И горе, и страдания мы слышали. Брат Юрий говорил сегодня очень много. Бог допускает страдания. Без Его воли ничего не бывает. Он допускает времена благоприятные, когда можно услышать Бога, когда можно принять Его. И сегодня многие люди жалуются, куда смотрит Бог, где Бог, что происходит. Это ужас. Это людоедская политика. Умирают сотни тысяч людей. За что? Когда-то Сергей Григорьевич Барушка был у нас в гостях. Точнее, он вернулся на время сюда, в Одессу, в свой дом. И он проповедовал, участвовал в служении. Я запомнил пример. Он вычитал где-то свидетельство человека, который был в лагере, концентрационном лагере. И была демонстративная казнь, повешение. И все заключенные там стояли и должны были на это смотреть. И был среди этих заключенных пастор. И сзади к нему наклонился один человек и говорит, «И где Бог твой?» Пастор оглянулся и кивнул в сторону виселицы и говорит «Там! Там! Да! С теми, кто страдает, с теми, кто умирает, с теми, кто молится, Господь присутствует. Он слышит, он видит, он знает, он помогает перейти. Мы знаем, что псалмопевец говорит, если пойду дорогой смертной тени, что? Не убоюсь зла, ибо твой жезл, твой посох они успокаивают, утешают. Друзья, верующий человек живет в благоприятном времени, даже когда он болеет, даже когда он страдает, умирает, это время благоприятное. Бог послал, Бог сказал. Как мы верим в то, что Бог сказал? Юрий Алексеевич говорил, действительно, мы теряем веру, мы пытаемся самостоятельно что-то сделать, что-то объяснить, что-то понять, забываем слушать Бога, забываем слушать Его Слово, а Он говорит, Он говорит, Он ищет нас, Он прислушивается к нашему сердцу, что в наших сердцах, живет ли Дух Господень в нас, то есть Слово Его. Христос сказал, Слова, которые говорю я, в сущности, Дух и жизнь, кто не имеет Слова, тот умирает. Умирает даже на курорте в Египте, умирает где-то на островах, умирает в большом богатстве, без Слова Божия. А тот, кто со Словом Божьим, даже когда умирает, живет. Вот о чем нам говорит Священное Писание. Проповедовать лето Господне благоприятное, вот собственно сезон, летний сезон, благоприятное время для того, чтобы сеять, для того, чтобы вращивать плоды, для того, чтобы отдыхать. А лето Господне благоприятное это тогда, когда есть возможность покаяться, когда есть осознание того, кто мы, что мы должны сделать в жизни главного, самого главного. Если у нас этого нет, мы несчастны, мы пропадаем. Как хорошо, друзья, когда мы имеем возможность выйти из-под этих завалов, когда Господь нас спасает и приводит в дом свой, приводит к Слову Своему, стучит в наше сердце, чтобы мы открыли Его, чтобы мы приняли Его Слово, согласились с Ним, это очень важно. Многие люди говорят, ну, Бога, наверное, нет, раз такое горе, раз такое зло. Да, вот для них получается нет. Бог спрашивает нас, Бог обращается к нам, что мы Ему отвечаем? Не мешай, я занят. Мне интересна вот эта информация. На сегодняшний день в основном в информационном пространстве идет дезинформация. Ну, когда война это сплошной путь обмана по Суньдзи, да, и хитрости. Люди пытаются друг друга обмануть, чтобы выиграть и проигрывают. Есть день мщения Господнего, Божьего мщения, и мы видим, и мы свидетельствуем об этом, и мы предсказываем, что будет, еще будет, за все сделанное зло Бог спросит, Бог воздаст. Он говорит, мне отмщение, меня пропустите вперед, я воздам каждому по делам его. А наше дело славить Бога, наше дело исполнять Его Слово. Как хорошо, друзья, когда есть у нас тот, кто подсказывает, как себя вести, что можно, что нельзя. Это Святая Библия. Вот эту миссию проповедовать лето Господне благоприятное, кому передал Христос? Церкви? Это мы должны говорить о благоприятном лете, о возможности покаяния, о возможности спасения души. Нас люди спрашивают о спасении тела. Куда поехать, куда бежать, что делать, чтобы тело спасти. А в церкви говорят о спасении вечной души. Песня много лет уже назад Хлыбнюк Андрей написал. Песня называется «Выход». Там ностальгия о детстве, о том, что время нельзя остановить. В общем, такая трогательная песня. Идея слова «Хотим от земли оторваться, но жмем не на те педали, где тот мальчишка из стали, где тот, кого понимали». И в припеве очень такой сильный, на мой взгляд, образ. он поет «Где здесь поставить на паузу, как сохранить, что нажать? Паспортный выход выдачи багажа». Вот человек хочет остановить, паузу нажать, чтобы что-то изменить. Паспортный выход, выдача багажа, полет закончен. Как быстро иногда заканчивается жизнь, да, особенно при использовании современного оружия. У нас должен быть багаж духовный, у нас должен быть багаж божественный. Христос принес эту святую вечную информацию. А нас интересуют суетные житейские проблемы, личные интересы, выгоды. Что нам содействует, что сопутствует, что благоприятно для нас? То, что относится к Богу, то, что относится к Его Слову. Пусть Господь благословит нас, чувствовать Его близость, несмотря на все происходящие события. Пусть Господь поможет нам стремиться к Нему, вспоминать о Нем, что Он говорит, проявлять веру. Во Христе Иисусе все внешние признаки, они ничего не значат. А что значит во Христе Иисусе главное? Вера действующая любовью. Вот сестра пела. Вера действующая любовью. У нас должна быть не просто формальная вера, а действующая. Мы слышали очень яркий пример о человеке лежащем в луже. Да, вот так иногда целый народ оказывается в такой луже опьяненной дезинформации, обманутый. Но Писание предупреждает, Христос предупреждал через апостола Павла две тысячи лет назад за то, что они не приняли любви и истины, предал их Бог превратному уму верить лжи. Сегодня миллионы людей верят лжи. Отсюда страдания, отсюда горе, отсюда слезы и кровь. Вот она причина где? Бог все объясняет. Бог открывает нам вечную правду. Хотим знать эту правду? Будем читать Новый Завет, Ветхий Завет. Хотим знать, что Бог говорит? Будем в церкви, будем использовать лето Господне, благоприятно пользоваться вот этой дивной возможностью, которую Господь нам дал. И сейчас давайте прославим Его в наших молитвах. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин